Друзья, всем привет! Мы находимся на выставке Клинок 2019 на стенде мужской берлоги. И сегодня у нас в гостях прямо не просто человек, а человечище. Это начальник такой замечательной компании, как Злодинокс. Люди, которые делают Дамаск лучшей во всем мире. Володь, привет тебе еще раз на камеру. Вот этот вот красивый привет. Расскажи нам про свой мега-крутой Дамаск. Нет, давайте так. Честно говоря, я это не очень люблю, когда там крутое, мега или еще что-то. Мы делаем материал, мы его продвигаем. И в конце концов, мы вот сейчас, я могу честно сказать, мы добились одного. Мы добились узнаваемости практически на всех континентах. То есть мы добились... Злодинокс знает в Европе. Злодинокс знает в Америке. Ну и сейчас уже пошла Япония и Китай. Ну и огромное количество именитох производителей используют именно вашу сталь. Да, мы, например, вообще, как сказать, даже с именитыми. Мы стараемся выстраивать не только такие деловые отношения, мы выстраиваем и дружественные отношения. И поэтому... А когда ты работаешь с другом, это еще дополнительная обязанность. Да, за слово. Обязанность или ответственность. И поэтому мы... Я могу такими простыми словами сказать, что, например, счастлив, что мы работаем вместе с Энтони Морфеони, мы работаем вместе с Маню Лапласом и там с Штефан Штеггер Вальтом или еще... То есть, ну, все люди, которые известны в живом мире. Знаешь, я, наверное, хотел бы оттолкнуться от главного вопроса, который мучает как меня, так и огромное количество подписчиков. Чем хорош нож из Дамаска? Почему вот нож должен быть из Дамаска? Ну, давайте так договоримся, чтобы у нас потом... Мне, как сказать... Я достаточно... Самодостаточный человек. Я понимаю, что многие производители Дамаска могут начинать на меня там ругаться или еще что-то, вставить вам дизлайки или еще что-то. Ну, нормально. Ну, я думаю, что мы это спокойно все переживем. Я хочу сказать, что производители Дамаска, многие подставили, сами себе вырыли небольшую ямку. Когда начали использовать в своих коммерческих интересах всякие легенды, типа того, что гнется вокруг пояса, рубит каменные стены, после этого разрубает шелковый платок. Ребят, давайте будем оптимистами, давайте будем все-таки не нарушать какие-то законы строения металла. Хороший материал, без вопросов. Вот раньше я так, когда меня все спрашивали, вот когда я начинаю говорить об этом, что все-таки не будет Дамасковый клинок гнуться вокруг пояса. И меня начинали спрашивать, почему я должен купить этот нож. Раньше я отвечал так, что, ну, во-первых, вы берете нож из Дамаска, вы покупаете, во-первых, кусочек истории, потому что история Дамасской стали насчитывает уже, наверное, там несколько тысячелетий. Если мы поднимаем старые работы, мы находим Дамасские клинки, даже в египетских пирамидах вроде бы, как сказать, находят. Во-вторых, когда нож появляется, я не могу, вот, тебе спокойно надо потрогать. Можешь, Виталь, немножко его потрогать, можешь им порезать или еще что-то. Во-вторых, мы покупаем определенную красоту. Вот это то, что говорил раньше я. А сейчас у меня появилась немножко другая такая аллегория. Вот давайте так, например, стоит береза, и вам надо изображение этой березы. Варианты. Вы можете сделать хорошую фотографию, причем с учетом сегодняшней техники фотографической, там еще, вы можете сделать фотографию, которая потом при увеличении, вы там даже тлю увидите или еще что-то там какую-нибудь, правильно? И может художник нарисовать эту березу. Вот дома вы какую повесьте картину? Особенно если это нарисует там Леонард да Винчи или еще картина березы, вы, конечно, возьмете ее. То есть это просто искусство, это ручной какой-то труд. Хотя я не исключаю фотографии, что у нас есть фотографы, художники, которые эту березу покажут в таком виде, что вы просто обалдеете, говоря современным там языком. Вот Дамаск я отношу именно к теме искусства. При этом мы, конечно, не забываем, что это материал, который очень много используется на ножах. Но для того, чтобы сделать вот этот узор, даже пусть такой простейший, геометрический, человек затрачивает очень много сил. И даже придумать технологию. Вот понимаете, будем говорить, 10 лет назад о нержавеющем Дамаске практически никто не говорил. 10 лет назад тему нержавеющего Дамаска затащили, ну, в России, во всяком случае, затащили мы. И даже в Европе, кроме Дамастила, нержавеющего Дамаска было очень-очень-очень мало. И мы спокойно зашли на европейский рынок. Но технологии, они растут. И поэтому сейчас мы уже спокойно говорим, вот у нас подходят покупатели, которые в ножах, так сказать, разбираются очень слабо, и мы увидели, а это нержавеющий Дамаск, например. То есть уже в голове... Это уже определенный бренд. Поэтому еще раз ответим на тот вопрос, почему вы должны купить? Ребята, а почему вы покупаете картины? А почему вы покупаете яйца Фабержея? Или еще что-то? Потому что нож из Дамаска – это определенное искусство. Ну и давайте сразу забудем о том, что нож из Дамаска обладает какими-то безумными резами и техническими характеристиками. Это будет неправда, наверное. Это его свойства будут зависеть от тех стали, которые входят в его состав. Превосходить их они не будут. Они могут там немножко... Вот, например, мы варим, например, ванадис 10 и 50Х14МФ. За счет того, что 50Х14МФ – это мягче, чем ванадис, вязкость в конечном композиторе, конечно, немножко подрастет. Немножко, но опять же, это не принципиально. Но за счет того, что ванадис 10 будет не весь в объеме, он будет резать чуть-чуть похоже. То есть от кого-то свойства мы приподнимаем, какие-то свойства немножко опускаются. Ну давайте... Сколько... Вот так вот, я не знаю, вы все равно в ножевой тематике, я же больше по материалам, а в ножевой тематике вы гораздо больше, чем я. Сколько в процентном соотношении продается ножей из суперсовременных стали? Ну гораздо меньше, конечно, чем какая-нибудь Х12 там или... То есть продается, я думаю, ну 5, да даже не 10 процентов, процентов 5 всего лишь продается. А 95 процентов людей покупают... Это классические проверенные стали. АУС-8, там, Д2, Х12 и так далее. 95Х18 и так далее и тому подобное. Человек идет в лес, и всегда ли ему надо суперсовременная сталь. Во-первых, суперсовременная сталь, это ценовая категория. Ножа совершенно другая. А вы в лесу, лес есть лес, и можно его потерять. Это один аспект. А второе, вот это последняя мода на ножи с очень высокой твердостью. Замечательно. То есть, да, стали, сегодняшние стали, позволяют там ножом с твердостью 62 единицы, ну, относительно не бояться за сколы. Но если он затупится, вы сами... Что с ним делать? Вы сами сможете его заточить? Нет. Поэтому вы начинаете обращаться уже к специалисту. А вы в лес можете, вот этот человек в лес ходит каждый день. А если он надо специалисту, он нож на неделю, грубо говоря, потеряет. Ну, то есть, его займет этот специалист. Поэтому каждый нож или каждый человек требует своего определенного ножа. Друзья, у меня есть предложение. Мы вообще... Есть у нас идея снять целую серию роликов о Дамаске, о Зладиноксе. Если вам интересно, напишите в комментариях. И мы с Володей это обязательно сделаем. Потому что там есть во что погрузиться. Но все-таки это спецуха, так или иначе. Расскажи про те материалы, которые ты сегодня к нам принес. Вот эти узоры совершенно потрясающие, красивые. Что это за плашки такие? Будем так говорить. Есть... Вот Дамасский стали, мы говорим о том, что они существуют там тысячи лет. За тысячу лет появились, например, классические узоры. То есть это штемпельные узоры. Ведь вы не забывайте, Дамаск это по сути это слоеный пирожок. Если человек знает, как располагаются там слои, он всегда может сформировать какой-то узор. Но в последнее время появляется, например, то, что говорится в Дамаске, появляются различные мозаичные Дамаски. Там Саша Белый, там Гриша Верижников, там Влад Матвеев, там много таких специалистов. И причем иногда на эти клинки смотришь, но это фантастика. Для меня просто даже как для специалиста. Это фантастика. Но это все идет в развитии именно Дамаских стали. А так как у нас в основном три материала, это Дамаские стали, Титановые Дамаски и Макуме, мы вот эти технологии стараемся развивать и на других материалах. Вот наша технология это позволяет. То есть, если традиционно технология Макуме это немножко сдерживает, ну там связано со своими какими-то нюансами, то наша технология Макуме позволяет это делать. То есть, например, если мы берем перо в углеродистом Дамаске, эта тема уже, наверное, лет 10. Если не больше. Там на американском рынке появилась. А в Макуме мы оказались первопроходцами. К сожалению, здесь нет и из Нижавеющего Дамаска. Мы по Нижавеющему Дамаску в теме пера тоже оказались первопроходцами. Ну, ребят, про технологии Макуме и все остальное, если вам интересно, мы потом в дальнейшем в серии наших роликов это раскроем более детально уже. Дальше. Например, появилась у нас тема вот таких сложных геометрических узоров. Дело в том, что Дамаск его все равно куют. Соответственно, когда материал куют, он течет. А ведь вы не забывайте, так сказать, течет. Например, куют-то его холодными бойками, да? Получается, например, тут одна деформация, в центре другая деформация. И получить такой чисто геометрический узор очень сложно. у нас получается. Знаешь, я вот сейчас смотрю на все вот эти вот заготовки, скажем так, экземпляры, и у меня появилась мысль, оно очень схоже с Микарто. И я подумал, что по технологии производства ведь тоже, наверное, что-то есть, что-то общее в этом. Ну, нет, есть, Микарто, это слоистый материал, Дамаск, это тоже слоистый материал. То есть, это просто, я еще раз говорю, это, ребят, это искусство. То есть, человек, у него в голове появляются определенные фантазии, и он думает о том, как их реализовать. У нас шансов реализовать чуть-чуть побольше, чем у других мастеров. И мы их реализовываем. Вот это самое главное. То есть, ни в коем случае, и я бы, так сказать, обратился к другим мастерам, ни в коем случае нельзя останавливаться. То есть, мы всегда стараемся идти на полшага впереди. То есть, наша технология, в принципе, она уже в большинстве случаев известна. И пытаться как-то остановить их, те, кто идут за нами, ну, неправильно это будет. А лучше мы будем немножко идти впереди, остальные пусть догоняют. Будучи в Златоусте, я был в кабинете у Володи, и поверьте, человек развивается просто без остановки. Ну, и теперь давай перейдем к следующим образцам, которые лежат у нас на столе. Ну, это у нас титановое перо. То есть, например, мы возьмем у нас производитель, во-первых, по титановому дамаску это в первую очередь это Америка. И причем очень, они, это, будем так сказать, это родоначальники. Мы в чем-то, их, не в технологии, а в узорах, мы в чем-то их повторяли. То есть, мы шли, будем говорить по теме штемпельных узоров. То есть, как я уже говорил, многослойный пирожок и мы его штамповали, получали узор. Опять же говорю, хочешь развиваться, иди чуть-чуть вперед. То есть, тема того же пера или вот, например, этих ромбиков возникла и в титановом дамаске. Все, мы попробовали, наша технология позволяет. Все, мы здесь первопроходцы. Я правильно понимаю, что определенный вид дамаска можно использовать на клинках, а, например, титановый дамаск это уже украшение в первую очередь, рукояти и вот всего остального? Да, да. То есть, есть, например, традиционный углеродистый, я говорю, сейчас, заметьте, традиционный и нержавеющий дамаск, который уже стал традицией, это те материалы, которые идут на клинок. И есть материалы, которые, например, вот старое название, там говорим, как макуме, но в принципе, это та же самая, только не дамасская сталь, а мы их еще, наверное, называем дамасские сплавы. То есть, смысл у него и узор образования, все, точно такой же, как у дамассской стали. Все, мы это делаем. Я, еще тебе задать, потому что это прям, прям нужно очень сильно погружаться во всю эту тему. И я готов, если подписчики нас поддержат. Есть ли тебе что еще добавить? Я могу еще раз только просто повториться. Это касается тех ребят, которые идут по нашим стопам. Их, их на самом деле, очень много. Ребят, никогда не останавливайтесь. Как можно больше фантазируйте. Ну и самое главное, это реализации вам. Ну и, наверное, о чем мы говорили с тобой в Златоусте, чтобы читать литературу, которая не только на русском языке. А это самое главное. Ну, я человек в возрасте, поэтому у меня, конечно, больше информации именно на печатных носителях. А молодежь, ну, она читает, конечно, больше с интернета. Но при этом, ребят, обращайтесь, если к интернету, сортируйте. То есть, в интернете очень много литературы и позитивной, и негативной. Но читайте, образовывайтесь, пробуйте. Спасибо тебе большое. Хочу добавить, что мы прошлись по многим стендам здесь на выставке. Многие производители уже были здесь у нас в нашей импровизированной студии. И очень много, кто присутствует на выставке, использует именно ваш дамаск на своих ножах. А это, мне кажется, дорогого стоит. И это не показатель того, что вы одни из лучших. Спасибо, что посетил нас. Виталий, я хочу сказать одно. Слава Богу, что появляется еще и больше таких, ну, как компаний, как вы. Почему? Потому что, в принципе, вроде бы, клип там, или видео снять может любой из нас. Давайте так, как у нас говорится, каждая птичка должна нести свое яичко. Мы будем делать металл, а вы будете рассказывать о том, как мы это делаем металл. Это будет более... Каждый профессионал пусть занимается своим делом. Спасибо большое. Ждем гостей. Обязательно припрямся. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok